Лео! Лео! Позовите его! Лео! Лео! Здравствуйте! Прошу, спасибо, что вы к нам пришли. Скажите, пожалуйста, вы не пришли, потому что мы живем с Пошей? Или вы хотите поддержать приют? Вы знаете что? И то, и то. Наверное, и так. Вы это к нам? К вам, да. Прежде всего, потому что мы очень любим. Это семейная. Это семейная наша любовь, наше семейное увлечение, но уже, как, конечно, нужно и приюту сказать самые добрые слова за то, что вы находите время, силы, энергию, ну и какие-то материальные вещи, чтобы поддерживать наши любимцы, которые пока не имеют в долг. Это здорово. Это вообще сам... я не знаю. Это... Мне вообще кажется, мне кажется, что любовь к Катам, это как, ну, громко сказано, но, не знаю, это какая-то религия, наверное. Ну, какое-то такое движение, которое объединяет очень много людей вообще в мире. И, мне кажется, мы должны как-то, не знаю, объединяться и помогать друг другу и представителям этого вида. А у вас когда-то будет бездомная котла? Конечно. У нас сейчас живет кошка. Я подобрала в театре. Кошку нам принесли в эту историю... Сколько? Семь? Я училась... Пять, по-моему. Когда я училась, да, в институте, и нам в театре, я училась при театре юных зрителей, где я сейчас работаю, в Тюзе, и нам мастеровщики в мастерской принесли котенка, который так на ладошке умещался, маленькая, белая, она еще не ходила, и глаза были закрыты, и вообще какая-то такая была, как этот маленький комочек. И к кому нужна кошка? Я не могла... Хотя у нас дома был кот, и разговор о второй кошке не шло, но я не могла раздержаться, и взяла, и теперь она живет с нами. У нас в то время был кот. Был кот. Из безалютной. У него тоже отдельная судьба, и отдельный о нем разговор. До этого, как кота, у нас был кот, наш любимец, по имени Рыжик. Когда Рыжика не стала, наша мама приняла решение сразу взять кота, сразу отдать. Кому-то начинать отдавать любовь. Очень короткий срок был, сколько там? Две недели? Очень короткий, буквально встык. И вот Марсик, новый наш житель, который появился, вел себя не очень хорошо. Он оказался большим... Как бы вам сказать, тут очень... все интеллигентные люди. Он все делал там, где не нужно. И делал все, что не нужно. И делал все наоборот. И уже стоял вопрос о выселении. Марсика... Марсик... Его им назвали. Поэтому... Марсиан. У него уже не было... Принципов? Не было... Принципов, не воспитаний. И сначала его хотели назвать Иван Александрович, Христаков его хотели назвать, но... Христаков. Христаков. Отселять. Не отселять, а выселять. Марсика. Я с ним поговорил. Как мужчина с мужчиной. Мы с ним поговорили. С глазом на глаз. Что я сказал, я сейчас... Уже и не помню, но смысл был такой, что старик. Нужно пересмотреть свое поведение. Нужно что-то с собой сделать. Поскольку... Поскольку... К тебе отношения сейчас не очень хороши. И что вы представляете, это пошло на путь. Вот... Вот мы очень благодарны судьбе, что он оказался в стык с нашим любимцем Режеком, оказался в Марсе. Замечательный код. Естественно, что любовь делает с животными и с людьми, вообще с живыми существами, которые даже... И не было надежды даже, что... Это был просто мрак. Беспосредственный, что из этого, ну, действительно, хотели отдавать обратно, потому что тоже у него были... Он был немножко... У него была... Ну, не совсем здоровый. Он поэтому и... Ну, вот наша мама тоже его вылечила. Комплекс. 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 Медикаментов. Уколы. Таблетки. И в итоге, самый сейчас... Самый благодарный, самый... Умнейший. Ласковейший. Чудесный. Добрейший. Умница. С ним можно поговорить. С ним... Он выслушает. Ему можно пожаловаться. Он поймет. Он... Он поддерживает. И вот... Вот... К этому... Марсику. Который у нас уже жил. К тому времени. Олег Пять. Внесли. Вот этот маленький комочек. А вот там вот есть... Фотография. В Большом Холле. Там есть фотография. И это...